Интересно. Интересно то, что мы сегодня с вами будем говорить про лучшие диджитал-кейсы, и в том смысле, в котором эта тема сформулирована, опять-таки, достаточно широко. Это опять-таки развязывание мне руки, чтобы поначалу не можем позудить, понудить и развернуть тему лучших диджитал-кейсов под очень специфическое направление. Я вчера в Москве в гостинице Украины, в бывшей гостинице Украины, выступал для аудитории журнала «Генеральный директ». Кто-нибудь считает, как вы журнал? Да? Вот. Вы знаете, я, значит, там выступаю, рассказываю, как всегда, все эти, как-то, да, золотые номера, как говорит, команда ходит в Дринятии, и про белочку рассказываю, да, и про девушку пиарши, все рассказываю, да, и про моего любимого маркетолога «Всея Руси» рассказываю, все радуются, как всегда, всем весело. А тут приходит Давид Вачатца. Давид Вачатца – это, на мой взгляд, беспрецедентно лучше специалист на территории СНГ по мобильным технологиям. Я вот так выступал, значит, пастролировал свои там три часа. И он ходит Давид, и он ходит очень грустно и говорит, что вот не всегда, так грустно выступать на конференциях, посвященных социальных медиа, потому что тема моя, да, тема мобильный маркетинг, она говорит очень-очень про математику, да, и всегда очень сложно после истории, ну, там, про белочку и так далее рассказывать про математику. Меня обычно посещает примерно такое же чувство, только еще с отряженной, как она, с зубной болью, когда я выступаю на конференциях, посвященных демонстрациям удивительных технологических решений и новшеств, конечно. Я-то сам, потому что от природы капиталист, и, ням-ням-ням, первый вопрос, который мне приходит в голову, это, простите меня, вопрос, бабки-то где? Ну, то есть, мне, ну, круто, конечно, там, да, проекция света, проекция цвета, роботы, то есть, о 25-е, бабки где? Это тот самый главный вопрос, на который очень тяжело, чтобы получить ответ. Да, есть вообще другая болезнь, меня не было вчера, или еще вчера тоже не было, но вот в Москве очень часто на конференциях, там, Coca-Cola сделала то, Starbucks сделал все, все такие, е, в смысле, бог ты мой, да, так сказать, как же так, а нам-то что делать, да? Поэтому я хотел бы начать, собственно, беседу, вам буду лучше где-то, что кейсом, с ответа на вопрос, причем ответ я же даю скорее от вас, а лучшие диджитал кейсы, это какие? Лучшие по какому критерию? Мы по какому критерию сейчас выберем, по такому и буду вам рассказывать. По эффективности, мне тоже так кажется, знаете, да, то есть, вложили рубль, а за рубль достигли задач, неохват, нет, какой-то абстрактный engagement рейд, да, задача. Еще, как есть версия? Фестиваль. Что-что? Что-что? Фестиваль. Фестивальные. Фестивальные? Это какие? А призы получили? У-у-у-у. Хорошо, еще какие версии? Могу бы, за первую очередь, Сины Кандалаки, кто-то пишет, я, кстати, заранее известно, что я вырван за мудрость, им очень тяжело гореть, поэтому говорю, медленно и не очень громко. Но она обычно быстрее и громче, конечно. Еще давайте, каких еще фестиваль? Фестивальность, эффективность? Продажи. Продажи, обе, это очень хорошо. Еще? Ага. Количество лайков. Количество лайков, конечно, мы знаем эти агентства. Тут даже есть представители, ну, вот вчера были точно представители тех замечательных агентств, да. Ну, это я видел в программе. Еще? Запоминаемость. Запоминаемость, да. Хорошо. Окей. Допустим, спрепили. А теперь еще один вопрос. Мой самый любимый вопрос. Раньше мне его задавали, когда я был молодой и опытный, я выкатывался на конференцию, и его задавали мне. А теперь я его задаю, потому что всех поварили, пошла вот туда. На хера? Вот вы сюда на хера пришли? Ну, фоспус. Нет, нет, серьезно, че к чему пришли? Нет, меня, конечно, послушать, а еще... Да? Лучше сказать, нет, спасибо, мне не надо такого. Смотрите, на самом-то деле, социальные медиа, как и маркетинг, как и пиар, как и реклама, нужны зачем? Продавать. Продавать, но нет. Сделать усилия по продажам ненужными. Check-out, реквизиционирование, битва за умы. Все коммуникации нужны, чтобы сделать усилия по продажам ненужными. И говорить о лучших диджитал-кейсах можно только через призму того, насколько эти диджитал-кейсы решают ключевую задачу стратегических коммуникаций. А на самом-то, чтобы перестать продавать. Конечно. У кого из вас есть продавцы в компании? Супер. Тогда вы точно понимаете, о чем речь. Продавать дорого и сложно. Продавцы, так как раз, очень себе любивые и глупые существа. Они считают, что вы им должны все, а они вам не должны вообще ничего. Я вам расскажу, это не вилучший диджитал-кейс, но это лучший кейс по поводу того, как стать плохым за свои жизненные. Вот серьезно. Да, потом мы перейдем, не переживайте. Вот, смотрите, к нам обратилась компания очень крупный ритейлер бытовой техники. А обратилась компания и говорит, ребята, мы не могли бы нам с помощью интерактивных средств коммуникации сначала продиагностировать корпоративную культуру, а потом внедрить какие-то гемифицированные решения в корпоративную культуру, чтобы простимулировать продавцов. Мы говорим, а что? В чем проблема? Вы знаете, мы наняли стратегических консультантов, они приехали, забрали свой чемодан с баблом, а нам сказали, что нужно из картонки вырезать фигурку женщины, повесить на столом гражданского сотрудника, и это будет символ нашей корпоративной культуры. Я говорю, почему фигурку женщины? Я говорю, а, для этого мы и наняли вас, потому что пацаны сказали, что фигурку женщины улетели. Я говорю, антон, давай так поступим, значит, фигурку вашей женщины мы в жопу убираем, а сами идем в поля. Да, все, сейчас он просто не понимает, зачем лучше идти, штуки есть. Мы приходим в поля, в огромный магазин, в Москве, на станции метро, не подговорить, какой? На юге. Стоит огромный магазин, приходим, оденутюбов, стоит ему видеть, что продавец. У нас стоит, ты идем под кончиками, здрасте, здрасте. Все у вас фены, он продается в оденем штуку, но фены? Пойду посмотрю и ушел. И никогда к вам больше не вернулся. И, возможно, даже потерялся и сдох с голоду, потому что он вообще не знает, чего он тут продает. Он сказал, утюги. Стой и продавай утюги. Проблема инфективности, это последнее, чем я скажу, с полиционими, собственно, кейсами. А наша еще в чем проблема? Кто из вас учился или учится в пяшках, актолога, рекламиста, социолога? Супер. А кто хозяин бизнеса, и у него есть такие люди в штате? Пяшкин, актологи, рекламисты, социолога, да? Всех этих граффанных отучили за деньги, отречать от самого печального. Именно поэтому регулярно конференции, где демонстрируются проекции света и цвета, собирают огромное количество народа. Это прекрасный повод на халяву поесть, выгулять красивый костюм, не посетить работу. Он сегодня, правда, суббота. В этом смысле многие из вас не подгадали, у кого именно такое драйвер посещение. Ну, а за деньги отречать их учились? Пиарщики как разучились? Кто на пиаре учился и мышцы? О, помните, пиарщика, потому что другие узнают. На первом курсе пришел главный пиарщик. Дет, лет 80, значит, в костюме, значит, в ботинках в дутых синих. И прямо с кафедры такой, знаете ли вы, детишечки, в чем отличие рекламы от биара? Кто проходил через такое? Вот, да, ага. И детишечки полтора часа, кто больше в группах, кто в одиночку, значит, придумывают ответы на вопросы, а они не знают, что деду похрену. У деда заготовлен ответ. Нет, про девочку не будет, не угадал, Макс, по-моему. Ну вот, значит, у него заготовлен ответ. После полутора часов мутарства он им выдает, говорит, а-а-а, реклама кричит, и купи меня, а пиар шепчет, что? Люби меня, совершенно точно. И чего потом дальше пиарщикам не рассказывает, как для компании не переучивай, хэ, лучше не становится. У маркетологов другая история. К маркетологам обычно после вуза на самую первую конференцию приезжает маркетолог Сия-Руси. Да, маркетолог Сия-Руси, он обычно лысый салтый очказок. Он говорит, я написал много книг. Как гуру маркетинга по версии газеты Одесская правда. Я уверяю вас, что в маркетинге есть сто тысяч определений, сто тысяч. И поскольку моя жизнь довольно скучна, я собрала все свои книги, и чисто случайно можно купить за дверью, женщина стоит продает. Дальше этот сложный интерпретируемый совет. А, ну, кстати, много книг. Каких там? Хрень на сто процентов. Хрень на сто процентов ремикс. Ответы на вопросы про хрень. Бивая машина хрени и даже хрень из бюджета. Потом, значит, он говорит, возьмите книгу мою. Вы пишите в том определении маркетинга, которое больше вам нравится, запишите листок, повесьте на дверь своего отдела, так он вас забыл по маркетингу. И потом он говорит, ну, я, значит, как гуру говорю, вам маркетинг не продает. Все-таки Семен Зимеевич, ну, что за вообще, как-то маркетинга не продает. Он говорит, ну, как, я работаю директором по маркетингу в пяти ведущих российских компаний, никому, Саша, ничего не продал, потому авторитетно заявляю, маркетинг не продает. Я говорю, блин. Я скажу, что такой человек еще не продал, куда нам грешно. Ага. Кого-то истерика, это хорошо. Да. Продолжай. Поднимайте главу по рекламе, как происходит. Как происходит реклама? Знаете, вы там на теме, да? Что мама думает, я делаю? Да, что мои друзья думают, я делаю? Что общество думает, я делаю? Что на самом деле делаю? Знаете, да? Вот мама, общество и друзья, что думают про рекламистов? Что-то прекрасный лысый мужчина. В черном костюме, в черной рубашке, в черных хрэй-бэнах. Он валяется по ковру, уходит кокаин, да? И где-то там, по потолку он, да, собирает некреативные механики. Ну, что на самом деле делаю? Унылый какой-нибудь тюрьма-хипстер вот так вот сидит, да? И втыкает в экран компьютера. И всех несчастных отучили отмечать за бабки. В социальной медиа, я повторяю это вот как мантру, это история прежде всего про бабки. Именно поэтому нам здесь с вами нужны два исследования, которые позволят нам отличить хороший диджитал кейс от плохого диджитал кейса. Первый исследование — это исследование компании «Ватпэйн» и «Альтиметр Групп». Это исследование, которое они проводили в 2010 году. Это коллекционная модель среди компании рейтинга «Форшн-2000», описывающая коллекционную зависимость между моделью использования социальных медиа и выручкой компании. Выяснилось, что компании, которые вообще никак не используют социальные медиа в своей деятельности, теряют 8% выручки ежегодно. 8. А компании, в том числе, проработанная стратегия присутствия в социальных медиа, имеют дополнительно 16% выручки. Таким образом, разница между компанией и мероприятием на разных плюсах от компании, которые вообще никак не используют, и компании, которые используют, с точки зрения проработанной стратегии, это 24% выручки. Кто из вас не отказался бы от того, чтобы у компании имело дополнительно 24% выручки в год? Все с нами отказались бы? Я оставлю в конце, но и расчетов в банке переводить, окей, договорились. Но есть второе исследование, оно еще более интересно, потому что компания Эппи, основанная нашим своим заденчатником Дэвидом Яном, собственно, задумывалась над интересным вопросом. Если это так, то где конкретно деньги? Кто из вас закупал хоть раз в интернете рекламу, ну, какую-нибудь зарпанку, например, нельзя? Супер. Вы наверняка знаете из две методики подсчета. По первому клику и по последнему клику. Да, по последнему клику, уж продавший считается, это площадка, где человек, условно говоря, кликнул, перешел. По первому клику продавший или поучаствовавший продавший считается, это площадка, где человек впервые ознакомился, а потом стала раскручиваться некая там воронка, некие дополнительные коммуникационные средства были подключены, и человек, конечно, чуть-чуть сконвертировался в покупателя. Так вот, если мы будем считать эффективность социальных медиа с точки зрения последнего клика, то мы с вами увидим, что они всему миру создают не более 6% продаж. А если по методике последнего клика, то сразу не менее 36%. То есть чуть более трети всех товаров и услуг продающихся по миру. Это товары и услуги, которые проданы при участии в коммуникационной цепочке собственно такого канала, как социальный медиа. Именно поэтому, на мой взгляд, это ключевой критерий, который отличает эффективную историю от неэффективной истории. В то же самое время, когда мы говорим с вами про Аравай, а клиенты очень часто, кто застатит клиента? Вот это очень хорошо. Не так много, кстати, обычно, на джиталь, всегда приходят взять и клиенты. Это выгодно отвечал на эту конференцию от большинства других. Хорошо. А кто из вас, пациент, и клиента, обычно спрашивает у агентства, которые работают, про возвратные инвестиции? Вот. Супер. Когда он спрашивает про возвратные инвестиции, какой будет Аравай? На самом деле, всегда говорим, что на самом деле, конечно, такое Аравай, да? Вот, 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 ретерр, это что? Ретерр, конечно, не всегда деньги. И сейчас, переходя к кейсам, мы посмотрим, что ретерр, это не всегда деньги. На самом деле, коллеги, вот здесь у меня есть чудо iPad. И в нем... И в нем, вы не поверите, есть куча чудо-кейсов. Чудо-кейсов, про которые я не буду подробно говорить, потому что они, на мой взгляд, неговорочения к эффективности не имеют. Кейс Nike и Instagram. Да? Очень кратинка, два слова. Буквально Nike узнал, что есть много людей, которые дают себе обещание начать с Нового года новую жизнь. Использовал эту историю, запустил в Instagram, собственно, через хэштег про эту самую пресловутую новую жизнь, MakinCount. Да? Замечательный проектор, к которому люди могли сфотографировать эти мотивирующие картинки, снабжать этим типическим неким шрифтом, получил 41 тысячу изображений. Круто 41 тысячу изображений. Круто, конечно. Heinz Domate Ketchup UK в Фейсбуке. Специально вчера подбирал эти удивительные кейсы. Heinz, кстати, на самом деле, бренд, который я действительно очень ценен, в том числе и зрения дешевых коммуникаций, предложил за неделю заказывать через Фейсбук, и только через Фейсбук, лимитированную партию кинчуга в совершенно новом дизайне, в совершенно новой рецептуре. Вот, вы не поверите, значит, что это 54 тысячи просмотров поста, 600 видов от покупателей и 2600 заказов. На этом, собственно, новый чудо Хэштег. Самый классный кейс. Кто-нибудь читает в Твиттере хэштег «Frisky Friday». Где вы знаете, что такое «Frisky Friday»? А? Вот девушка кивает, там что мальчики знают. Кто знает, а где ручки поднимите? О, е! «Frisky Friday» — это отлично. Хейнер, «Playboy» — кстати, один из самых долгоиграющих кейсов. Два с годы уже длится этот кейс. То есть, на самом деле, это традиция. Каждую пятницу мужчины вам совет, особенно одинокие, каждую пятницу состоятся читательницы. И, в целом, в Твиттере журнал «Playboy» под каштагом «Frisky Friday» выкатывают свои порнофотографии. Вот. Это реально их гигантский наплыв, их гигантский наплыв. Не меньше 350 тысяч человек принимают участие каждую пятницу. То есть, ни разу меньше 350 тысяч женщин не выкладывало. Да? Вот, правда, там не деставаревно. Кантем, ну, вот, можете развлечься и поинтересоваться. Кстати, очень прикольная штука. Еще одна, о которой я тоже не буду подробно говорить. А ты, в Японии, бывал? Отлично. Япония, как вы знаете, совершенно своя культуры социальных медиа. Там совершенно свои социальные сети. Там такая социальная сеть «Микси». Знает кто-нибудь такой сеть? Ну, ничего себе. Вы не бывали в Японии, но знаете по этому, да? Круто. А, значит, социальная сеть «Микси», она очень интересно работает. На самом деле, вот, коллега для меня здесь рассказывал про RFID. RFID, наверное, никого уже не удивишь. А поскольку в Японии уровень проникновения так называемой коммуникации ближнего поля нефт-фл-коммуникейшн очень высокий, то значит, как в NFC. Ну, все. Я вас умоляю. В России проникновение коммуникации ближнего поля очень низкий. Ну, в общем, есть такая технология нефт-фл-коммуникейшн. Обычно она используется, вот, особенно в Азии, для оплаты коммунальных услуг. Вот, реально, если кто-нибудь бывал в какой-нибудь уступном Бангладеш, там, в каждой деревне стоит NFC регистратор, да, это, собственно, стойка, как и RFID. Любой человек может провести своим мобильным устройством в NFC регистратор таким образом воплотить все коммунальные услуги. Да, на самом деле, это некая история про бесконтактную оплату, отсюда вырастает много историй про мобильные программы, лояльность и так далее. Но, собственно, в Микси, японская социальная сеть, она сделала истории про чек-ин, да, если Фейсбук, например, истории про чек-ин, и, как правило, реализуют у компании на Фейсбук истории про чек-ин с помощью RFID, провел RFID-регистратора и в Фейсбук влетела какая-то информация, то Микси, соответственно, делает такие же точно штуки с помощью датчиков коммуникации ближнего поля. То есть она все датчиков. Причем, Микси — это сеть, где очень много фанатов Манги. Кто Манго любит? Игорь. Игорь Манга? Это только некоторое в его карьере, вы знаете. Такого отношения не было никогда. Я, конечно, очень искренне его люблю, но такого еще не было никогда. Игорь Манго. Нет, ну Манго. И всякие вот эти вот еще журнальщики. Вот. И они, значит, Микси договорились с крупнейшими издателями Манги и с крупнейшими видеоиздателями аниме, а то, что снабжают свои диски и свои комиксы, соответственно, датчиками коммуникации ближнего поля. Вот. Это тоже какое-то... Это лучшие дитч-штуки из 19-го года. Это тоже несомненно. Компания Serenity. Это супер, я считаю. Класс вообще. Неожиданно. Часто так может. Интересно. Да, 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 да. Неожиданно, конечно, зашли пацаны. Вот это я говорю, да, реагируют на слова. Интересно, что их так обрадовало. Манго снова. Игорь Манго. Ну так вот. Юри Лонга и Игорь Манго. Ну, в общем-то, специально спочатный этаж астролог, да. Ну так вот. Смотрите. Они договорились со создателями Манго, да, из журнальных историй, и создателями дисков, то есть, ну, видеодисков, да, аниме. О том, что их располагают на своих, собственно, дисках и сайтов книжечках собственно датчики ближнего поля. И любой человек, пользователь Mixi, собственно, может с помощью мобильного пройти адентификацию на датчики ближнего поля. Информация о том, что им понравилось это Манго, или о том, что это им понравилось это аниме, оно попадает в него сразу в аккаунт в Mixi. Да, это очень интересная история, можно еще помнить, была на социальной сети Мханет, да, это творческое переосмысление возможностей собственно online-offline интеграции в этой истории про Мханет, то есть люди получают возможность со своих профайлов просто добавлять в некие такой вот предпочтения. Много здесь кейсов, кстати, на мой взгляд, достаточно странных кейсов с использованием на полной реальности, в частности, каталог Кея. Все мы любим, я думаю, каталог Кея, да, огромный альманах, практически библия мебели, вот, да, соответственно, вот в 12-м году Икея, понятно, дополнила его этими решениями, журнал Luxxel, это, там, Lacey, ферма очередная, ну, в общем, все это, конечно, очень красиво и любопытно, а я вам сейчас расскажу другой кейс. Это, кстати, кейс из нашей практики, он не такой красивый, там нечего замечательно проецировать, а кейс очень простой. Я вам сейчас видео покажу. Знаете, 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 к нам однажды пришли люди. Люди занимаются тем, что продают достаточно тривиальную историю детские коляски. Кто-нибудь застал торгует детскими колясками? Детскими товарами? Нет, я вообще в Питере огромное количество людей кто торгует детскими товарами. Короче, они будут детские коляски. Детские коляски, вы сейчас увидите, в чем там, на самом деле, как бы, штука, это нестандартные детские коляски, но они к нам пришли в мае. Кто хоть раз имел дело с детским рынком, знает, что май и все летние месяцы, это всегда спад продаж на детском рынке. Это вот абсолютно тотально мертвый сезон. Они говорят, вы знаете, нам все говорят, что надо использовать социальные медиа. Я думаю, господи, еще один несчастный. Они говорят, ну вот, поможете нам? Я говорю, ну давайте поможем. Они говорят, а как мы сможем понять, что ваши социальные медиа реально нам что-то дали? Ну, мы выгодим, смотрите, у вас будет мертвый сезон, мы вместе с вами готовы на эксперимент. Вы выключаете вообще все остальные каналы коммуникации на электро. Телек, родитку, паблиш в манерах всяких журналах. И мы с вами в мае, июне, июле, и августе наблюдаем за результатом. Сейчас мы наблюдаем за результатом совместно. Вот это, да, нужно? Это кайта сын, кайта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, кто из вас молодые мамы? Кто из вас молодые мамы? Кто захотел колясы? Аааа, вы знаете, через, в сентябре, в сентябре была выставка Мир Детства. В чем была суть? Сделали ролик, вылетели его на мамины форумы и в фейсбучах. На кого это были рассчитаны? На сайпер-мам-гиков таких, да? Которые, вот, вы отравляете, для которых коляска без LCD-дэшборд, это не коляска вообще. Ну, что это коляска такая, где нету вот этого интерактивного панона. За кого, глядя, взяла хушку, что ли? Ну, конечно. Да, понимаете, какая штука? А, аж рожать захотелся к кому-то, видите? Ха-ха-ха. Не материнский капитал превышает рождаемость. Агентство Paper Plains, да? Мы всегда это знали. Ну, так вот. Четыре месяца шла история. На 60% по сравнению с пиковым сезоном выросли продажи в мертвый сезон. На 60% долбанных процентов. На конференции Мир Детства, кстати, у организатора была компания Империя, она здесь в Санкт-Петербурге базируется, можете справки навести. Вот Михаил здесь делал эти деньги. Вот Михаил знает, так очень хорошо, что эти справки. Это была главная бомба. Там эти, там конференция выглядела примерно так. Значит, в одной части Николас Корой и я рассказывали про маркетинг, и туда сбежалась одна плана людей, а вторая плана людей побежала сарить на чудо-коляску. На, понимаете, вот так примерно прошла конференция Мир Детства. На, и это очень показательно. И вот здесь понятно, где про деньги. Другая совсем история, может быть, ее кто-то видел? Или я? А можно я вас перебью, маму? А при чем через социальные медиа вот этот ролик? А потому что этот чудо-ролик был, собственно, целиком распространен через социальные медиа. Но ролик сам к себе бы ничего нам не дал. Подождите, подождите, я не хочу вам дать пока следующий кейс. Ну давай. Теперь вы рассказываете, рассказывайте пока. Я не согласен, что это отличный и крутой видеоролик, который отлично сработал бы на телевидении. Никакого отношения к социальным медиа этот контент не имеет. Церковь. Ну ведь того, чтобы вы его распространяли на фон. Да-да-да, сейчас я и быстро. Это хороший, кстати, вопрос. Сейчас, 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 сейчас. И я, а вот теперь мы что-то не прошли, это не коляска. А надо было не папа. Да? Я не снимал, не знаю ничего. Здесь я ничего не могу прочитать. А кто спросил, можно? Че-че-че. Мне просто интересно, я пока не папа, но очень хочу. А часто коляскам краш-тесту устраивают. И правда есть такой, да? Есть такой, поддевитеру. А кто сказал, ты действительно неинтересно просто? Я. Вы сказали, а, ну, вы известный тролль. Что-то, да. Не, правда, я просто хочу... Я, кстати, не знаю, нет, знаете, все очень просто. Как вы видите, визуальный ряд этого чудо-коляски, он такой, что, строго говоря, если ее показать по эфирному телику, это будет история про исключки по воробьям. Потому что, вообще-то, аудитория тех, кто действительно захочет именно такую коляску, мягко говоря, симпатически стремится к нулю. Но в то же самое время выторгивать ее с точки зрения узкоспециальных форумов, узкоспециальных площадок, чтобы на них найти с точки зрения поведенческих паттернов мам-виков, вряд ли нам телек позволит. Задний медиа позволит. Вот, это истекратно. Другая совсем история. Она, кстати, там, где обложенные деньги не денег принесли. Есть такой мужчина, я не буду говорить, как его зовут. Может быть, кто-то видел эту историю в прямом эфире. Может быть, никто не видел в прямом эфире. Но мужчина потом, я думаю, все узнают о том, в одно время в России был очень популярным человеком, потом уехал из России, потом вернулся в Россию. У него появилась задача вернуться на звездный небосвод и, в частности, заключить контракт с крупной и звукзаписывающей компанией. Собственно, перед нами была поставлена очень простая задача, с минимумом бюджета, сделать так, чтобы он стал большим обсуждаемым явлением. Кто-нибудь из вас видел видео, мы его сейчас с YouTube удалили, потому что, в общем, попросили нас уже после самого кейса удалить, где сотрудники телекомпании «Дождь» превращают в ашмотки офис телекомпании «Дождь». Окей. В общем, все началось с этого видео. Идет прямой эфир канала «Дождь». Вдруг незавтра сотрудники редакционной группы, которая сидит там, что справа, он текстер, он шет, он шет, офис, там прорываются какие-то люди, охранники их месят, и люди месят охранников, зато люди уже кидаться предметами, видеть друг друга и так далее и тому подобное. Сейчас это видео просто увидите, а потом появились продолжения. Это видео я сейчас просто несколько покажу. Осторожно, видео сжимаем. Встреча и эфир канала «Помяточки-2». Поехали. 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 Я качественно умею, что тут плавный звук на самом деле. Пусть таких было много, там как вы видите. Вот это все. Вот это все.